Всем привет! С вами новая рубрика «Мой склад плюс». В ней мы будем рассказывать о полезных для бизнеса сервисах, с которыми интегрирован мой склад. Сегодня мы приехали в гости в компанию Coltouch. Coltouch занимается сквозной аналитикой, и сейчас мы расскажем о том, как они это делают. Сегодня мы разговариваем с Алексеем Авдеевым, SEO компании Coltouch. Алексей, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, чем занимается твоя компания? Coltouch — это, в первую очередь, сервис аналитики, то есть он позволяет связать в одном месте, в очень удобном наглядном отчете, с очень удобной визуализацией, все показатели всей жизни клиента. То есть, начиная от рекламных площадок, соответственно, всех действий пользователя, всех взаимодействий пользователя с вашей рекламой, заканчивая уже непосредственно деньгами в кассе. То есть, это выручка, прибыль, SRM, разные параметры SRM. К этому добавляются разные инструменты для повышения эффективности маркетинга и продаж. То есть, например, это разные виджеты для повышения эффективности сайта. Это система управления контекстной рекламой и другой рекламой. Это речевая аналитика, разные инструменты для отслеживания качества, скажем так, обращения, и некоторые другие вещи. В общем, это то, что обычно называют сквозной аналитикой? Ну, базис, да. То есть, основной все-таки функционал, на чем стоят все наши платформы, это непосредственно, конечно, система аналитики, система сквозной аналитики. Расскажи, пожалуйста, насколько сложно сквозную аналитику внедрить? Потому что из того, что я видел, примеры пытаются многие, не у всех получается. Ну, это наша такая, наверное, самая большая боль, то, что ощущение, когда ты смотришь на этот график, в котором все автоматизировано, в онлайн-режиме обновляется, то, что это что-то невероятно сложное. То есть, нужно нанять команду консультантов, интеграторов, заплатить, не знаю, там, 500 тысяч рублей, и потом еще полгода дотянуть все это. На самом деле, мы регулярно проводим сейчас вебинары, последний я сам как раз проводил, и вот прям мы решили показать наглядно, на примере, как это на самом деле происходит. И по факту настройка всех интеграций базовых, то есть интеграции с рекламными площадками, интеграции с сайтом, чтобы отслеживать все обращения, с CRM-системами, она занимает, ну, 10 минут, 15 минут с учетом изучения материалов, инструкций различных там. То есть, на самом деле, это гораздо проще, чем кажется, чем, как бы, точнее, чем ассоциация, как всегда было, что это сложно, то есть сейчас, на самом деле, гораздо проще. Ну, пользователи моего склада – это небольшие компании в основном, то есть ты хочешь сказать, что им это доступно? Конечно. То есть, ну, это доступно и технически, и финансово. Если мы говорим про настройку непосредственно, то есть интеграция с моим складом занимает буквально секунд 8. То есть нужно нажать на кнопочку, дать доступ, и все, все базовые вещи, которые должны прокидываться из CRM, из управления складом в систему аналитики, она начинает прокидываться. То есть это количество сделок, это сумма сделок. Дополнительно уже по желанию клиента можно продолжать, скажем так, эти настройки, добавлять какие-то более тонкие материи, например, этапы сделки, то, что мы приняли заказ, заказ в обработке, не знаю, заказ отправлен, оплата успешна. То есть и смотреть статистику в воронке прямо по каждому этапу этой сделки, чтобы анализировать, все ли у нас хорошо, не знаю, воронка у нас здоровая, или есть какие-то этапы, которые необходимо проработать получше для того, чтобы зарабатывать в итоге больше. Ну, то есть из моего склада вы берете информацию о том, сколько мы заработали, когда уже заказ был выполнен, и тащите эту информацию для того, чтобы управлять рекламой и ставками, и что еще делать, как это работает? Я бы сказал то, что в целом у сквозной аналитики есть два таких основных базовых предназначения. То есть первое предназначение, которое мы довольно долго считали основным и самым важным, это непосредственно оптимизация рекламы, оптимизация продаж. То есть за счет того, что мы видим все этапы жизни нашего клиента, за счет того, что мы понимаем, сколько денег мы тратим на привлечение каждого обращения, каждой продажи, и насколько хорошо отработал тот или иной рекламный канал, мы понимаем то, что здесь у нас, не знаю, есть точка роста. Если мы, допустим, больше денег будем вкладывать в социальные сети, вот именно в эти рекламные компании, в социальных сетях, мы заработаем больше, привлечем больше целевых клиентов. А здесь у нас, наоборот, проблема. То есть вот этот рекламный канал у нас работает плохо, он дает нам клиентов слишком дорогих, и мы просто спускаем деньги в трубу. Нам нужно отключить это, либо исправить проблему. Позже, впоследствии, уже, наверное, года два назад мы осознали, что есть еще одно очень важное предназначение, это непосредственно прозрачность бизнеса. То есть это то, что важно непосредственно для руководителя, для собственника, для топ-менеджера. Это отчетность. Понятная, простая, красивая и в онлайн-режиме. То есть мне важно понимать, например, какие у нас сегодня показатели. То есть как хорошо отработал маркетинг, сколько денег мы потратили. Как хорошо отработали продажи, сколько мы сегодня совершили продаж, сколько денег заработали. И в базовом формате все эти вещи собираются в Excel, где-то на коленке. То есть тратится колоссальное количество времени, включаются человеческие факторы, из-за этого много ошибок. То есть благодаря автоматизации вот этой, благодаря нормально настроенной сквозной аналитике, у меня этот отчет всегда перед глазами. То есть он выведен, грубо говоря, в кабинете, я всегда могу посмотреть. Так, сегодня мы потратили столько, заработали столько. Все хорошо, никого не трогаю, люди работают все замечательно. А в другой день я вижу то, что мы здесь просели по какой-то причине. То есть нужно принять какие-то меры, разобраться, в чем проблема. Может быть у нас у подрядчика какие-то сложности, или у нас деньги на контексте закончились, а мы об этом даже не знаем. Ну то есть, грубо говоря, ежедневный мониторинг и понятная статистика. Ты упомянул виджеты для сайта, что это такое, для чего они нужны? Ну, как бы мы хотим быть единым окном для маркетолога. То есть чтобы он заходил в нашу систему и сразу решал все свои задачи. То есть и по аналитике, и по сайту, и по управлению рекламой, и настройке ставок и так далее. То есть виджеты, в частности, это, ну то есть у нас сейчас целый набор инструментов. Это обратный звонок, умная заявка, прямые вызовы, заказ такси. А, все эти наблюдающие штуки, которые смывают на сайтах. Так точно, да. Но есть обратная сторона медали, то есть они как бы наблюдающие, а другой стороны через них сейчас в некоторых сферах проходит около 30-40% от всех обращений в компанию. То есть как бы нельзя игнорировать инструмент, который дает им отреть продаж, да, и который работает. Здесь, наверное, ключевая наша позиция, как раз, который ты совершенно верно подметил, это то, что виджет должен давать дополнительную пользу и дополнительную эффективность, а не раздражать клиентов, чтобы они убегали. Поэтому, конечно же, нельзя настраивать все так, чтобы ты заходил на сайт, через секунду у тебя всплывало окошко, а потом слева чат, а потом сверху там еще какое-то мигающее какая-то ерунда. А еще мы предупреждаем о куках. Да, еще снизу куки, да. То есть мы изначально как раз шли в этом продукте, исходя из нашей сильной стороны, это данные и, в общем-то, машинное обучение. Мы анализируем поведение пользователя, мы анализируем статистику этого конкретного сайта и похожих сайтов и показываем виджет именно в тот момент, когда по статистике он может дать дополнительную пользу. То есть когда клиент вроде как уже все изучил, но вот, наверное, что-то его смущает. И поэтому он готов уйти посмотреть другие сайты. И мы в этот момент показываем ему такой аккуратненький виджет, который идеально вписывается в общую стилистику сайта, которым дается какой-то посыл. Ну и таких инструментов, кроме стандартного обратного звонка, их уже довольно много. То есть в этот же блок, например, у нас входит прозвон пропущенных. То есть в большинстве сфер до 20% от всех звонков в итоге остается без ответа. То есть менеджер занят, он работает с клиентом, либо он ушел покушать, неважно. И большинство бизнесов как раз уповает только на ответственных менеджеров, которые записывают все эти пропущенные звонки, потом их прозванивают. Но на самом деле это как бы не работает так. Поэтому мы автоматизировали просто эту проблему. И если клиент до вас не дозвонился, через несколько минут система просто автоматически ему перезвонит. Система перезвонит. Что она скажет? Точнее, это работает так. Система позвонит сначала в ваш колл-центр, вот этому менеджеру, который ушел на обед. Она будет дозваниваться, пока он не вернется с обеда. И когда он уже возьмет трубку, она соединит его с клиентом. Ну, то есть как бы у менеджера не остается шансов потерять этого клиента. Понятно. Полная автоматизация. Ну, да. Расскажи, кто ваши клиенты. Какие отрасли, какого размера, компания, может быть, отдельные пэшники? Мы очень долго пытались понять, что вот как учит во всех бизнес-школах наш клиент, это, не знаю, мужчина или женщина от 20 до 25 с таким-то доходом, на самом деле. Который живет в Оренбурге. Да, мы так и не смогли очень четко сфокусироваться, скажем так, и научились работать поэтому со всеми. То есть у нас есть разные продукты, как для очень малого бизнеса, то есть для микробизнеса, так и для крупнейших компаний. Ну, и в целом, как бы, все они довольно успешно с нами работают и решают разные задачи. Но есть же любимые клиенты. Кто? Кто больше платит? Или кого больше? Ты спрашиваешь, что коммерсанты, конечно, мы больше любим тех, кто больше платит. Но, с другой стороны, система работает автоматизированно, автоматически. То есть, скажем так, любая компания, даже если она нам платит 900 рублей, она замечательно сможет решить свои проблемы и общаться с нашей замечательной техподдержкой при необходимости. Ну, как правило, это даже особо не нужно. То есть все можно настроить самостоятельно, прямо в кабинете, с понятными инструкциями и без каких-либо сложностей. Расскажи, пожалуйста, моим складом пользуются торговли. Можешь рассказать какой-то кейс, может быть обобщенный, вот как ваш продукт используется именно в торговле? Я думаю, это будет интереснее всего. Ну, первое предназначение как раз, как я говорил, то есть непосредственно связать в одном месте сразу затраты и выручку, чтобы понять то, что эти рекламные каналы работают хорошо, а эти не очень хорошо. Вы умеете считать LTV клиентов? Вот это второй момент. То есть мы сейчас совсем недавно, буквально несколько месяцев назад, выпустили новый модуль электронной коммерции. И он сейчас, наверное, является уникальным. То есть других решений таких мы не видим. То есть есть стандартные решения системы аналитики, которые показывают то, что товар в корзину добавлен, товар из корзины убрали, продажа совершилась. Ну, то есть все, что происходит на сайте непосредственно в корзине. В нашем случае мы берем стандартный функционал модулей электронной торговли из, не знаю, Яндекс.Метрики и Google Analytics. И добавляем туда все, что происходит в офлайне за рамками сайта. То есть в любом магазине, неважно, крупным, маленьком, торгует он электроникой или обувью, как минимум процентов 20-30 всех заказов будет через телефон. Еще довольно большая часть будет через офлайн точку продаж. То есть, конечно же, интересно смотреть на общую статистику. Как раз вот этот модуль, он позволяет связать и то, что происходит на сайте, и то, как люди, 20% людей, грубо говоря, звонят и по телефону совершают заказ, и то, что происходит непосредственно в точке продаж. То есть все это, как сказать, собирается как раз в моем складе, в CRM-системе, и за счет вот этой интеграции мы все это объединяем в одном месте. И мы видим то, что Яндекс.Директ и, допустим, какие-то вот эти рекламные компании по определенной группе товаров привели столько клиентов, эти клиенты дали нам столько денег, и мы можем пройтись по этапам сделки, например, посмотреть отдельные отчеты по группам товаров и все, что необходимо как раз для эффективного анализа электронной торговли. Ну, на самом деле, ты уже начал отвечать на мой следующий вопрос. У нас такой ходовой термин сквозная аналитика, и, наверное, есть много продуктов. Ну, естественно, в том числе даже Google Analytics умеет. Туда можно выкидывать, закидывать информацию о продажах. Вот расскажи, какие у вас основные конкуренты, и почему вы их лучше, если лучше? Про конкурентов. Да, нас учили говорить или хорошо, или никак. Они все молодцы. Начни с Google Analytics, потому что про него все равно все знают, и мы дополнительный PR ему не создадим. Да, но если мы говорим про, наверное, самую популярную систему... Или Яндекс.Метрика. Да, ну, то есть, как бы Яндекс и Google Analytics, они решают замечательную базовую задачу, это анализ действий людей на сайте. Но ни одна из этих систем, во-первых, не объединяет себе все рекламные площадки. Соответственно, там, Яндекс не показывает, сколько вы потратили на Google, и наоборот. Вот. Ни одна из этих систем не позволяет в нормальном виде как раз собирать источники и данные по оффлайн-конверсиям, то есть по звонкам, например, потому что происходит точка продаж. И ни одна из этих систем не обладает такими возможностями интеграции и визуализации. Ну, то есть, если говорить конкретно про наше преимущество и основной наш фокус, это как раз, во-первых, интеграции с всеми возможными популярными решениями, которые используют компании электронной торговли и другие наши целевые сферы. То есть, например, во-первых, не нужно вносить данные по расходам по рекламе, например, самостоятельно. То есть, как это обычно делается в Excel, ночами фоточки там переносятся. То есть, вы умеете подключаться к кабинету Яндекс.Директа и оттуда подтягивать? Да, это все происходит буквально за два клика. То есть, вы нажимаете «Интегрировать с Яндекс.Директ», нажимаете «Дать доступы». Ну, то есть, выходит всплывающее окошко, вы нажимаете Яндекс.Директ, вы нажимаете в нем «Разрешить». Все, после этого начинают автоматом собираться расходы. И очень детальная статистика как раз в этих рекламных площадках. То есть, это Яндекс.Директ, это Google Ads, MyTarget, Facebook, ВКонтакте. То есть, все популярные рекламные площадки, где вы тратите деньги, все эти расходы автоматом импортируются в CallTouch. То есть, уже на этом базовом этапе вы видите то, что я получил, не знаю, пять звонков, четыре заявки, два онлайн-чата, и на это я потратил, например, 40 тысяч рублей в Яндекс.Директе, и клиенты пришли по вот этим конкретным ключевым словам. А потом из моего склада подтягивать информацию, сколько ты уже заработал. Совершенно верно, да. То есть, потом с другой стороны, с стороны CRM. То есть, мы видим то, что из этих 15 обращений у меня было две продажи. Следующий этап как раз. Можно сделать отдельный дешборд с воронкой как раз по этапам сделки. Например, у меня было сначала 15 обращений, из них целевых было 10. Причем вот этот параметр целевый определяется автоматически за счет речевой аналитики. CallTouchPredict, продукт наш. Из них было, допустим, 8 на этапе отправлено коммерческое предложение, 5 на этапе, не знаю, договора на подписание, и 3 на этапе деньги получены. То есть, дальше уже бизнес делает необходимую детализацию, то есть, можно смотреть на все. В общем, скажем так, чтобы понимать общую картину, если не нужна детальная статистика, можно погрузиться максимально глубоко и, не знаю, отдельно проверять каждое ключевое слово, и, не знаю, отдельно проверять отчеты по устройствам, как работает реклама на мобильной, как работает она на дестопе. То есть, использовать все возможности системы для того, чтобы в итоге быть впереди конкурентом. Вот я услышал интересный термин – речевая аналитика. Можешь кратко сказать, что вы делаете? Так как один из наших core продуктов – это call tracking, конечно же, это звонки, это речь. И мы уже года 3 назад, наверное, начали делать продукты как раз для эффективного использования этой речи. То есть, это, например, распознавание речи. То есть, сразу же в кабинете можно прочитать звонок. То есть, речь переводится в текст в формате мессенджера и в очень удобном формате можно прочитать, грубо говоря, насколько хорошо отработал менеджер, у Google он в ответы на клиента, или он задавал открытые вопросы, как там, не знаю, у вас прописано в скрипте, какая была цель звонка. То есть, клиент звонит, чтобы купить что-то, либо он звонит, чтобы пожаловаться на службу доставки или что-то еще. То есть, после этого, кроме вот такого ручного анализа, можно настроить автоматическое типирование звонков. То есть, за счет как раз накопленной статистики, накопленной обучающей выборки, то, что вы сказали, что этот звонок по продаже, а этот, например, по сервису. Система учится и начинает автоматически определять типы звонков. То есть, после поступления звонка мы ставим тег продажа, а этот звонок, например, по сервису, а это, допустим, рекламация. То есть зачем это нужно? Для того, чтобы понять, какие у нас проблемные звонки, и проанализировать качество работы менеджеров. С другой стороны, для маркетолога, чтобы понять, сколько из общего количества звонков было целевых. То есть нам же интересно привлекать целевых клиентов, и как раз сервис... То есть можно оценивать качество компании по проценту целевых звонков. Совершенно верно, да. Да, действительно, если прослушивать каждый звонок, это занимает чудовищное количество времени, мы сами с этим сталкивались, полезная штука. То есть если резюмировать смысл интеграции, мой склад знает все про продажи, про клиенты, про выручку, про прибыль. Мой склад не знает про рекламу. Вы очень хорошо знаете про рекламу, интеграция соединяет это вместе, и можно смотреть, анализировать, какие компании, какие объявления, какие каналы работают хорошо, куда нужно вкачивать больше денег, где надо что-то делать, может быть, останавливать. Совершенно верно. Ну, насколько это сложно настроить, эту интеграцию? Ну, как я говорил, конкретно интеграция с моим складом настраивается буквально в два клика. То есть это один из как раз самых популярных облачных сервисов, и, как я говорил, со всеми популярными сервисами мы стараемся делать какие-то нативные интеграции. То есть где не нужно привлекать отдельных специалистов, спрашивать у нашей техподдержки совет, то есть достаточно нажать две кнопки, и, в общем-то, все начинает работать. Дальше уже, как я раньше говорил, все индивидуально, то есть вот этой базовой интеграции хватит 99% клиентов. То есть, но если хочется смотреть глубже, можно настроить отображение в таблицах каких-то пользовательских столбцов, например, количество выручка по сделкам из моего склада за вычетом НДС, но с учетом агентской комиссии, и умножить на там три, например. Ну, то есть, грубо говоря, любые арифметические формулы, которые только заблагорассудятся, то есть можно вставлять и вставлять какие-то пользовательские собственные показатели. Спасибо за рассказ, мне было интересно, и я думаю, что нашим пользователям это будет полезно. Если кто-то еще не работает почему-то в моем складе или Calltouch, то регистрируйте аккаунты, ссылки в описании под видео. Алексей, большое спасибо. Спасибо. Спасибо.